Девушки отдыхают И краски дикой природы Подружиться с туканом Погладить малыша гиббона Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век» Судьи Чинчика Шпукол Коротко о главном Мы вместе в Туве отметили третью годовщину воссоединения Крыма и России Есть идея В Туве заработал дискуссионный клуб Российского союза молодых ученых Поймать удачу В Кахеме прошли соревнования для любителей подледного лова Об этом и не только, а более подробно В минувшие выходные по всей стране прошли концерты и торжественные митинги В честь третьей годовщины воссоединения Крыма и России Тува не стала исключением Наша республика присоединилась к всероссийской патриотической акции «Мы вместе» На главной площади Кызыла собралось более полутора тысяч человек Чтобы отметить это важное для страны событие возвращения Крыма домой Как прошел праздник узнаем из следующего сюжета Всероссийская патриотическая акция «Мы вместе» не оставила равнодушных практически ни одного козылчанина Главная площадь Кызыла собрала сотни местных жителей Для каждого из них историческое возвращение Крыма к России есть и остается большим шагом в современной истории Про эту землю писал еще Паустовский Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты Настраивает все наше существо на необыкновенное, простое и плодотворное лирическое звучание С лозунгами «Одна страна, одна история» выступила депутат Лидия Волошина Она поздравила всех с трехлетним воссоединения Крыма с Россией Уважаемые земляки, дорогие друзья от Верховного хурала парламента Республики Тыва Разрешите вас поздравить с этим новым, молодым, весенним, радостным праздником Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Крымская земля – это небольшой кусочек нашей страны Это частичка России, которая после долгих лет вернулась домой, вернулась в объятия своей Родины Для участников и активистов торжественного митинга выступили с песнями и танцами республиканские и городские коллективы, среди которых ансамбли «Саяны» и «Октай» Весна 45-го года, как ждал тебя Синий Дунай Народом Европы свободу придел жаркий солнечный май Несмотря на холодную погоду, жители Кызылы пришли поддержать тех, кто не побоялся два года назад выйти из подчинения украинского государства и навсегда связать свою судьбу с Россией Все очень отлично, все просто замечательно Больше таких мероприятий, присоединение Крыма с Россией – это просто супер, просто замечательно, все рады Я пришел сегодня вместе с сыном, чтобы за Крым, что мы вместе Уже как три года они присоединились, но рады, что Крым к России относится Это их праздник, они выбрали Россию, да, они хотят быть с Россией, и, конечно, это праздник, и, по-моему, вся Россия должна их поддержать, и мы в том числе, ведь мы кусочек России Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году 16 марта на полуострове был проведен референдум о статусе Крыма На основании результатов которого была в одностороннем порядке провозглашена независимая республика Крым, подписавшая с Россией договор о вхождении в ее состав Анастасия Маслов, Ченчи Сабуга, Буяна Юн, телекомпания «Новый век» В минувшие выходные мы отмечали еще один праздник – День работников ЖКХ В этот день поздравления принимали работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и служб по предоставлению бытовых услуг Жилищно-коммунальный комплекс нашей республики включает в себя более 900 многоквартирных домов, 315 котельных, более 2000 километров инженерных коммуникаций Благодаря труду работников ЖКХ эта сложная система функционирует без боев Уходящую зиму мы пережили без серьезных аварий и перебоев С задачами отопительного сезона 2016-2017 годов наши коммунальщики справились, отметил в своем поздравлении глава региона Шалбан Караол Отрасль ЖКХ непростая, она требует внимания, финансирования и поддержки В 2016 году на ремонт инженерных водопроводных и канализационных сетей строительства коллектора из насосной станции в Кызыле было направлено более 213 миллионов рублей В 2017 году выделено более 250 миллионов рублей на строительство инженерной инфраструктуры застройки первого квартала микрорайона «Спутник», напорного коллектора по улице Кахема, а также на наружные инженерные сети для домов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Глава ТУВ Шалбан Караол поставил задачу достроить в Кызыле дворец молодежи Общая сметная стоимость объекта составляет чуть больше 443 миллионов рублей Из них с начала строительства освоено и профинансировано республиканских средств почти в 235 миллионов рублей Таким образом, на завершение строительства и ввода объекта в действие необходимо еще почти половина суммы Исходя из дефицита регионального бюджета на 2017 год, Минстрой Республики провел дополнительные расчеты и сократил расходы на завершение объекта почти вдвое В предложенных на рассмотрение 128 миллионов рублей вошли внутренние инженерные сети, вентиляционная система, электро- и теплоснабжение, канализация, трансформаторная подстанция, наружные сети благоустройства, пожарная сигнализация, внутренняя отделка помещений и другие пункты Исключенными из финансирования оказались помещения, предусмотренные для ресторана и ЗАГС Глава Республики дал поручение Минструю провести повторный анализ недостающих средств и рассчитать варианты для окончания стройки за счет средств возможного подрядчика, собственных или кредитных на продолжение работ И о курсах валют на завтра. Доллар стоит 57,93 рубля, а евро 62,37 рубля Стоянием снега стал видимый мусор, а это значит, что начинается время большой работы по уборке города после долгой зимы Для этого ежегодно столичная администрация проводит месячники по благоустройству, которые в этом году стартуют 31 марта И традиционно городские власти призывают все организации, общественность и жители города внести свою лепту в наведение порядка на территории любимой столицы Первый в этом году месячник по благоустройству пройдет с 31 марта по 28 апреля За предприятиями и организациями закреплены территории на улицах, на которых они должны провести уборку В прошлом году было организовано 20 общегородских субботников, в которых приняли участие около 24,5 тысяч человек Задействовано 256 единиц техники Объем убранного мусора составил почти 1400 кубических метров Сделаем перерыв на рекламу, не переключайтесь Сейчас же дополнительное время Вот именно, в гипермаркетах РБТРУ сейчас дополнительное время Только с 23 на 24 марта С 19.00 до часу ночи Ночная распродажа в салонах РБТРУ А цены-то, как в интернете Новый магазин «Замок» на Аюна Курседи 103 Защити свой дом и все, что в нем Здесь вы найдете замок к любой двери Замки Аюна Курседи 103 Для тех, кто всегда у руля Для тех, кто ставит задачи И принимает решения Для самых главных людей на Земле 15% годовых Выдающийся кредит для выдающихся людей Банк Восточный Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками Муниципальный шилищный фонд города Абакана Объявляет акцию на готовые квартиры По адресам Крылова 85 и Жукова 89 Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей Купить квартиру реально Главное, не упустите момент Предложение ограничено Компания «Дверной Арсенал» Предлагает сторожевые двери «Бульдорс» Отличная защита вашего дома По доступной цене КСУ Аюна Курседи 54 Нужны деньги? Приходите к нам! Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона И бытовой техники Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж Продолжаем выпуск Есть идея В Туве стартовал проект Российского Союза молодых ученых Это площадка, на которой жители города могут рассказать о своих проектах экспертам И найти поддержку в их реализации Первое заседание дискуссионного клуба уже состоялось И по словам организаторов, старт оказался весьма успешным Подробности далее Открытие дискуссионного клуба в год молодежных инициатив весьма символично В клубе «Есть идея» у молодых ученых появилась свободная площадка для формирования творческой среды И вовлечения в научную работу населения региона посредством участия в тех же самых заседаниях, опросах и анкетирования Для обсуждения и реализации идей и разных проектов И вот в частности сегодня мы обсудим два интересных проекта Это проект Регины Тайбыл, как сделать прибыльным чабанское хозяйство И второй проект – это молодежный бизнес-десант Мы хотим показать на примере этих проектов, что идеи на самом деле создают люди На заседании дискуссионного клуба у каждого человека появится возможность представить перед экспертами или же просто заинтересованными людьми свои идеи Кроме того, региональное отделение Российского союза молодых ученых в Туве окажет содействие в реализации продвижения проектов Так, на первом заседании клуба выступила молодая ученая Регина Тайбыл С научной работой об эффективности подсобных хозяйств в республике В моем исследовании будет затраты по нормативам рассчитанные И в то же время по опросам чабанское стоят фактические затраты Как посчитать все затраты и выход продукции лично в подсобных хозяйств И в то же время определить оптимальное количество поголовья животных Помимо этого на заседании обсудили молодые проекты, одним из которых и является бизнес-десант Айгуш Сат и Анастасия Мангуш, выучившись на бизнес-тренеров, помогают населению республики в реализации своего бизнеса На сегодняшний день бизнес-десант побывал уже в шести населенных пунктах региона Благодаря работе десантников у большинства жителей общая картина в плане своего бизнеса стала прорисовываться Они уже отвечают на те вопросы, которые появляются в ходе шевеления всех этих мыслей в головах наших жителей, кожунов И отвечают на вопросы, которые у них возникают Как зарегистрироваться, какую поддержку можно получить, что еще у банков, как можно кредит получить у банков Какую поддержку по Министерству закупок и заказов объясняют, про аукционы, каким образом можно участвовать в аукционах и получить доход таким образом Также на седании выступил член Общественного совета России Эльвира Лифанова с презентацией проекта Банк развития сельских территорий Данный проект является онлайн-ресурсом, который объединил в себе лучшие проекты практически всех регионов страны Банк развития проектов сельских территорий призван максимально упростить процесс взаимодействия между представителями органов власти, общественными организациями и сельскими жителями В августе прошлого года состояло заседание рабочей группы для того, чтобы создать портал развития села И был создан единый онлайн-банк успешных проектов по развитию сельских территорий Был он презентован в сентябре, надеюсь, что все-таки я его вам покажу И этот портал – первый информационный ресурс, объединяющий успешные тематические проекты по развитию сельских территорий страны на одной интернет-площадке В рамках подобных заседаний в большинстве своем проходит переоценка идей проектов, помощь в их реализации или даже обучении той же самой проектной деятельности По словам председателя регионального отделения Российского союза молодых ученых Валерия Канн, на этом работа клуба не заканчивается Так как в течение года они планируют организовать научно-практические конференции, летние декады науки и многое другое Только что мы посмотрели материал о прошедшем 17 марта первого заседания дискуссионного клуба «Есть идея» Более подробно на эту тему мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей Валерия Сергеевна Канн с организатором дискуссионного клуба Валерия Сергеевна, здравствуйте Добрый день Первый вопрос – что же такое дискуссионный клуб? Дискуссионный клуб – это общественная площадка для сбора, обсуждения и помощи в реализации идей и проектов населения Тувы Кто туда входит? В этот дискуссионный клуб к нам могут прийти и участвовать абсолютно все жители города Кызыла Которые имеют свои идеи и проекты Либо которые просто хотят послушать и принять непосредственно участие в обсуждении этих идей и проектов То есть дискуссионный клуб открыт для всех Когда он был создан? Он был создан, первое заседание состоялось у нас 17 марта в прошлую пятницу И сейчас он будет проходить ежемесячно Цели и задачи? Мы считаем, что дискуссионный клуб – это должна быть именно та общественная площадка На которой каждый житель города Кызыла и республики может приехать и предложить любую идею для реализации И идей-то на самом деле у общества много Но очень часто люди не знают, как их можно реализовать Где можно получить поддержку Как найти единомышленников И вообще с чего начать элементарно И как раз в рамках дискуссионного клуба мы приглашаем экспертов То есть специалистов в той или иной отрасли Мы приглашаем население для того, чтобы они могли тоже высказать свои мысли И, конечно же, представителей различных ведомств Как вы считаете, как прошло? Ну, на мой взгляд, прошло успешно К нам пришло около 60 человек Это, конечно же, сами молодые ученые-организаторы этого клуба Представители различных ведомств Пришли активисты общественных объединений И просто неравнодушные жители нашей республики Причем, вот что интересно Самой молодой участницей клуба было 15 лет А самому старшему 86 Какие же все-таки были рассмотрены вопросы И какие самые интересные, по-вашему, показались? Значит, на дискуссионном клубе 17 марта Мы обсудили два интересных проекта Это уже реализованный проект «Бизнес-десант» И второй проект «Как сделать прибыльными чабанские хозяйства» И вот как раз молодые предприниматели Айгуш Сад и Анастасия Мангуш Рассказали о проекте «Бизнес-десант» Оказалось, молодые предпринимательницы Со своей командой Разъезжают по всей республике И бесплатно проводят для населения бизнес-классы О том, как можно открыть свое дело И дают советы начинающим предпринимателям Как развить и, так скажем, избежать трудности в предпринимательском деле Вот этот проект «Бизнес-десант» вызвал огромный интерес слушателей На заседании присутствовало много студентов техникумов старших курсов Преподаватели И те люди, которые хотят открыть бизнес, но по тем или иным причинам затрудняются И вот они предпринимателям задали очень много вопросов Ну, например, их интересовало, сколько зарабатывают обычно предприниматели в разных сферах Их интересовало, нужен ли обязательно стартовый капитал И актуальная тема, как развивать свой бизнес через интернет То есть молодежь активно включилась? Активно включилась И эксперты дали более чем исчерпывающие советы И более того, авторы этого проекта смогли получить очень интересные идеи Которые позволят им развивать дальше свой проект Ну, например, эксперты предложили Министерству экономики составить карту развития предпринимательства Для чего? Для того, чтобы будущие предприниматели, жители Кожунов, знали Какие предприятия уже имеются, а каких не хватает Какие услуги востребованы населением А какие будут востребованы в ближайшее время И если была бы такая карта развития предпринимательства Людям было бы легче ориентироваться, какой бизнес нужно открыть в районе Или, например, если ты создаешь уже, так скажем, бизнес, где у тебя много конкурентов Значит, ты должен предложить более качественные услуги, более разнообразные То есть вот эта карта развития предпринимательства, конечно же, очень нужна Для дальнейшего развития предпринимательства в нашей республике Ну, раз уж мы затронули районы наши, то вы были ли представители районов? Да, у нас были как раз представители техникумов, которые находятся в районах Например, приехала преподавательница из города Кдвурака И она тоже говорила, что у нее очень есть интересные идеи И как раз хотела поделиться и как раз направить работу нашего клуба Именно в том направлении, в котором, собственно, важно для студентов И вот свои идеи, все идеи мы записали И, конечно же, я думаю, что мы обязательно их реализуем Каков порядок работы клуба? Приходят авторы идей, проектов Они представляют буквально в течение 5-7 минут свою идею А затем эти идеи обсуждаются Идея имеется в виду маленькая презентация или просто устно? Ну, вот на прошлом заседании было в виде презентации То есть это более наглядно, более понятно Затем автору идеи задаются вопросы в течение 5 минут А затем эксперты и все слушатели в зале могут прокомментировать абсолютно И высказать любые свои пожелания После этого в конце заседания у нас такая есть часть интересная, как свободный микрофон То есть мы даем буквально одну минуту каждому присутствующему на собрании И хочу сказать, что многие, почти каждый воспользовался этой возможностью И высказал свои идеи Мы получили более 40 интересных идей и предложений Которые мы реализуем на будущих заседаниях клуба Как вы считаете, из всех идей, представленных 17 марта, какие самые приоритетные? Вообще, вот оба эти проекта, которые мы обсуждали Это и бизнес-десант, и проект Регина Тайбл Как сделать прибыльными чабанские хозяйства Они оба актуальны и очень важны для развития республики И в дальнейшем мы, конечно же, будем брать в первую очередь те идеи Которые важны для всех Например, это тема экологии Это социальные проблемы, которые у нас есть Это социально-экономические проблемы И о том, как быстрее молодежи и населению развиваться И расти в плане личностного роста То есть все эти идеи мы будем брать Другое дело, что с помощью дискуссионного клуба Я думаю, что это удастся нам сделать более быстро и более эффективно Как вы считаете, в какие сроки? До конца этого года получится? Я думаю, что мы уже первые итоги будем иметь После трех-четырех заседаний клуба Потому что вот даже сейчас у нас уже сформировался банк идей Мы планируем по итогам первого заседания сформировать предложение И направить в различные заинтересованные ведомства Это очень важно Кто может присутствовать на заседаниях? Как можно попасть в клуб? Ну, у нас мы, значит, запустили страничку в социальных сетях Вконтакте Она так и называется Дискуссионный клуб В нее может вступить любой желающий Это открытая группа Поэтому мы приглашаем всех И вы можете узнать о будущих заседаниях клуба Как раз, так скажем, из нашего ресурса Кроме того, мы выложим видеозапись в ближайшие дни О проведенном заседании И протокол То есть все, что было высказано Все будет выкладываться в интернет Это очень важно А прийти может абсолютно желающий человек Который переживает за судьбу нашей республики Который хочет нести свой личный вклад в развитие республики Потому что я глубоко убеждена в том Что если каждый из нас постарается сделать все, что в его силах То развитие республики будет идти более быстрыми темпами И вообще дискуссионный клуб Это попытка решить проблему общества С силами самого общества Как вы считаете, кому больше подходит? Для молодежи? Или все-таки уже состоявшимся? Мы не делаем никаких ограничений Потому что формат клуба таков Что каждый может нести свой вклад То есть люди более опытные Мы с удовольствием ждем вас в качестве экспертов То есть прийти и помочь в обсуждении идей Потому что, например, мы когда обсуждали проект Регины Присутствовала заместитель министра природных ресурсов Елена Кудымова И она обратила внимание автора на то, что очень важно Учитывать именно экологический эффект При реализации ее проекта И вот Регина задумалась и говорит Это очень интересно, потому что сама она, так скажем, не задумывалась И вот именно участие экспертов из разных различных смежных сфер Именно может помочь авторам Так скажем, реализовать свой проект более многогранно для республики И вот поэтому мы ждем и в качестве экспертов Люди могут прийти, принести свои идеи И мы можем помочь обсудить и подумать Как можно помочь автору реализовать его проект Очень важно не только придумать проект, но и реализовать его Ну а если кто-то не готов пока выступить в качестве автора или эксперта Можно просто прийти в качестве слушателя И, по крайней мере, напитаться той полезной информацией Которая на дискуссионном клубе очень хорошо представлена Валерия Сергеевна, что в конечном итоге получат члены вашего клуба? Я думаю, что в первую очередь они получат важную полезную информацию Которая позволит всем участникам клуба Более интенсивно и более эффективно трудиться То есть каждый человек, эксперты в своих сферах Получили полезную информацию Авторы идеи теперь знают, как они могут дальше развивать свой проект И используя общественные силы с помощью нашего клуба То есть они могут этот проект, так скажем, свои проекты сделать более полезными для республики То есть клуб это своего рода площадка, где мобилизуются все общественные силы В том числе представители власти, в том числе общественные объединения В том числе студенты, учащиеся молодежь и просто население республики И, собственно, вот эту огромную энергию общественную мы хотим направить На решение тех проблем, задач, которые перед республикой стоят Последний вопрос, когда следующее заседание будет? Ну, во-первых, нашему клубу настолько большое внимание уже проявили люди Представители различных ведомств Они рады, что появилась такая площадка На которой можно как раз очень разные актуальные темы и проблемы обсуждать И мы уже определились, что следующее заседание состоится 29 апреля С 3 до 5 часов в Центре Тувинской культуры в конференц-зале И мы будем обсуждать идеи экологии Поскольку 2017 год у нас это год экологии И вы знаете, что проблем экологических у нас очень много Это в том числе и проблема сажи, это и проблема мусора Это и проблема, так скажем, загазованности Поэтому Министерство природных ресурсов заинтересовалось, так скажем Нашим дискуссионным клубом Они готовы нас поддерживать И мы с удовольствием откликнулись на их предложение И решили второе заседание провести на тему экологии Валерия Сергеевна, спасибо, что вы сегодня пришли А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Валерия Сергеевна Кан Которая рассказала более подробно о дискуссионном клубе «Есть идея» В Туве пройдут гастроли Российского академического молодежного театра Они дадут концерты в рамках программы «Большие гастроли» в июне этого года Тува входит в состав участников программы Главная задача которой – охватить дотационные или удаленные регионы В силу своего положения практически лишенные возможности Смотреть спектакли действительно лучших театральных коллективов России В этом году по программе «Большие гастроли» к нам приедет Российский академический молодежный театр Сейчас в технической службе Национального театра Тувы Предстоит подготовить гастрольные площадки под заявленным требованием 28 июня у жителей республики будет прекрасная возможность Познакомиться с творчеством талантливого яркого коллектива Российского академического молодежного театра Будут показаны два спектакля для взрослых и детей Далее наша постоянная рубрика «Новости» короткой строкой На даче Вавиленского затона заработает пункт полиции В конце прошлого года земли Вавиленского затона Были официально переданы из ведения Пехемского района Города Козелон Вследствие чего для поддержания общественного правопорядка В населенном пункте встал вопрос об открытии участкового пункта полиции В настоящее время по данным территориального управления На постоянной основе в дачных обществах на Вавиленском затоне Проживает 487 семей Ситуация с лесными пожарами в России в 2017 году будет не легче, чем в 2016 Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской Росгидромет предсказал, что в апреле-май основные очаги лесных пожаров Будут сосредоточены на территориях Астраханской области, Алтайского и Забайкальского краев А также в Туве и Приморье В мэрии состоялся первый этап защиты бизнес-проектов участников конкурса Лучший водный и туристический маршрут Объявленного с целью содействия развития внутреннего туризма И повышения туристического имиджа и инвестиционной привлекательности Козыла Документы на участие подали 7 претендентов Победитель получит денежные средства в размере 50 тысяч рублей на реализацию проекта В итоге члены жюри приняли решение дать конкурсантам еще одну попытку защитить свою идею Но уже с учетом замечаний комиссии Согласно исследованиям, самые распространенные сновидения россиян не зависят от места жительства Тем не менее, в Магаданской и Сахалинской областях и на Камчатке люди чаще всего видят во сне медведей А москвичам и петербуржцам часто снятся метро «Электричка» Жителям Крыма – море, дельфины и волны В Челябинской области люди видят метеориты Жители Красноярского края часто видят сны про клопов и кедовые шишки На Кузбассе – про землетрясения и уголь В Иркутской области распространены сны про тараканов В Алтайском крае – про уголь и ягоду Виктория В Новосибирской области – про драконов Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне россияне Президент России Владимир Путин Чаще всего он снится в Чечне Ежегодный республиканский конкурс Фестиваль исполнительских работ учащихся детских школ искусств «Радуга Искусств-2017» Стартует с 22 по 25 марта на базе Кызылского колледжа искусств За право называться самомузыкальным ребенком и детским ансамблем Соберутся юные дарования со всего региона По его итогам присуждается премия для поддержки талантливой молодежи республики В рамках реализации приоритетного национального проекта образования В Туве прошли соревнования по подледному лову Они были заключительными в этом сезоне Рыболовы собрались на территории Кахемского района на переправе реки Бурен Перед стартом сотрудники управления гражданской защиты и поисково-спасательного отряда Раздали всем участникам памятки о поведении на льду И следили за тем, чтобы соревнования были не только приятным времяпровождением, но и безопасными В состязании рыбаков приняли участие 19 команд из Кахемского, Кызылского и Судхольского районов Пойманную рыбу взвешивали и за каждый грамм начислялись баллы, которые в итоге суммировались Таким образом, в общекомандном зачете лучшими стали рыболовы Кахемского района Далее о погоде на ближайшие сутки По прогнозам синоптиков, завтра в Кызыле ожидается переменная облачность Местами небольшой снег Температура ночью минус 12, минус 14 градусов Днем минус 4, минус 3 Ветер от 2 до 3 метров в секунду Атмосферное давление 714 миллиметров ртутного столба По сообщению Гесметио в предстоящие сутки В Туране погода ясная, без осадков Температура воздуха утром минус 17 градусов, днем минус 3, минус 8 В Вородане ясная, без осадков Температура воздуха утром минус 17 градусов, днем минус 2, минус 8 На полке погода ясная, без осадков, ветра нет Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 2, минус 7 В Танзибе ясно, без осадков. Температура воздуха утром минус 18 градусов, днем 0,5. По всей трассе проводится дорожная работа и проезд удовлетворительный. Продолжение следует...